Они беззащитны, у них нет влиятельных родителей, да и самых простых тоже. У сирот выбор небольшой, но все они хотят учиться, работать и создать семью. Зачастую запуганные и одинокие, они получают удар от тех, кто, казалось бы, должен помогать. Ольга Мещун родилась в многодетной семье. Всего в ней воспитывалось шесть девочек. Вместе жили в маяках, родители много работали. А потом произошла трагедия, после которой многое поменялось. Умер папа. Мама Светлана начала жить с другим мужчиной. Запила. И в семье начались большие проблемы. У меня умер папа. Мама начала жить с отчимом. С отчимом она начала пить. И сестра моя старшая начала избегать из дому. И маме дали предупреждение. Либо Катя исправляется, либо нас забирают. Но мама Ольги продолжала пить. И девочку забрали из семьи, когда ей было четырнадцать. Три месяца в приюте. Потом год в измаильском интернате. Там Оля забеременела. Но об этом никому не сказала. Очень хотела получить образование. В шестнадцать лет на шестом месяце беременности поступила в Суворовский аграрный профлицей, где училась ее сестра. Через несколько месяцев родила Вадима. Еще через год – Егора. Я когда пошла учиться в Суворовский лицей, я была на шестом месяце беременности. Я проучилась месяц там и ушла в академ-отпуск. Мне сказали, что все нормально, директор подписал академ-отпуск, все хорошо. Сейчас молодой маме двух мальчиков восемнадцать. Она живет с парнем. Оба работают, чтобы хоть как-то прокормить детей. Но с января Ольга перестала получать стипендию и поехала в Суворовский аграрный лицей узнать почему. Я там узнала, что на мое имя сделали другую карточку. Без паспорта моего, без подписи сделали другую карточку. И туда приходит стипендия моя. Олина стипендия капает на карту. Но эти деньги для нее недоступны. В любой момент сумму может забрать чужой человек. Ведь карточка, как оказалось, находится у ее классного руководителя. Из-за всего этого девушка еще и не может оформить детские деньги. Из-за училища они получают также детские на ребенка. Потому что приходит в райсобьес справки, что я получаю большую сумму стипендии. Четыре тысячи, три тысячи и пять тысяч. Вот эту сумму. И это очень много сказали в райсобьесе. Послали меня в училище, чтобы я взяла с училища справку о доходах стипендии. Но мне ее не дали. Сказали, пока я не привезу справку и стрессобьеса, что я в академии отпуска. И мне ничего не дадут. Получился замкнутый круг. Хотя Ольге и сказали, что в академический отпуск ее отпустили. Потом выяснилось, что эти документы подписаны так и не были. Девушку попросту обманули. Видимо, зная, что за нее некому заступиться. А теперь в Суворовском лицее еще и требуют заплатить за пропущенные занятия, на которые Ольга и не должна была ходить. Мне сказали сначала, что директор академотпуск подписал. Я спокойно себе, ну как бы знаю, что подписан академотпуск. Потом, когда я уже приехала второй раз, с меня требовали, чтобы я выплатила за все НКИ за все три года. Классная руководительница без всякого стеснения сразу заявила, чтобы Ольге подписали документы об академотпуске, надо платить. Звоним ей, чтобы уточнить сумму. Оля, посчитай, сколько тебя не было в месяц 250 гривен. Обычная стипендия. Чтобы я сделала в кабинете ремонт, купила себе стол, стул и была, можно сказать, как принцесса на работе. За все НКИ предстоит отдать немыслимую сумму – 9000 гривен. Сироте с двумя детьми. Для Ольги такая сумма неподъемна. Классный руководитель безапелляционно требует заплатить за все месяцы, включая летние. Какой вариант заработка остается маме двух маленьких детей, у которой нет больше никаких родственников? Параллельно мы интересуемся, где карточка Оли. Она лежит в целе у меня, и там все деньги, я с вашим деньгом. Не, не, никакого времени не нужны, это ваши деньги. Все, что тебе было начислено, ты получила вот именно на ту карточку. Семья Ольги не совсем одинока. Девушка находится на попечении у волонтера Наны Смирновой, которая много лет помогает таким сиротам, как Оля. У кого вы хотите эти деньги взять? Дети, которые так лишены достаточно многого. Мы действительно все очень взволнованы, вот волонтеры, клуб волонтеров и знакомые наши, мы взволнованы этой ситуацией, потому что она запредельная. Нана Смирнова говорит, любые такие требования – это сильный удар по психике. Люди могут пойти на что угодно. Они пугаются даже самого факта, когда им нужно отдать деньги, которые им больше негде взять. Стипендии – это единственное, что у них есть. И когда от них это требуют, у них это происходит по-другому, чем у нас. Это не просто несправедливость, это еще боязнь остаться вообще без ничего. Тем более, когда в таких суммах, когда это тысячи требуют. Сироту обмануть проще всего, поэтому подобных примеров сотни. Чаще всего такая категория и не знает, что им положено по закону и как поступать в ситуации, похожей на Олину. По законодательству Ольга должна была уйти в Академотпуск и получать детские деньги. Но учебному заведению выгоднее было не подписывать эти документы. Ведь как сироте, государство, предназначены деньги за питание и стипендия. Я говорю, скажите, а вы мне предлагали, вы мне сказали, что есть вот такие вот предложения. Либо я остаюсь без стипендий, ухожу в Академотпуск и потом дальше же иду учиться. Либо я получаю деньги, но потом уже дальше не учусь. Говорю, вы мне даже этого не сказали. Он говорит, с этими претензиями не ко мне, это к директору. В таком случае остается одно. Чтобы помочь Оле, мы обращаемся в правоохранительные органы. Дальше дело за малым. Дали сумочку со скрытой камерой, мне дали ей деньги помеченные и поставили вот сюда диктофон тоже. Я спросила, сколько я вам должна. Вы сказали посчитать за все три года. Я говорю, я посчитала, это получилось 9 тысяч. Она мне говорит, ну такая большая сумма мне не нужна. Я говорю, ну сколько вам нужно? Она вслух не сказала, сколько. Классный руководитель привычно написала на листике сумму. Ольга отдала ей деньги и вышла. Но после нее в кабинет зашли уже правоохранители. Долго беседовали, после чего преподавателя вывели. Через несколько дней давать показания приехал уже директор Суворовского аграрного лицея. 13 липня співробітниками прокуратури спільно з іншими правоохоронцями на одержанні неправомірної вигоди, тобто 4 тысяч гривень, викрито співробітника Суворовського аграрного ліцею. Викладач одержав 4 тысячи гривень від студента за те, щоб скласти іспити, відпрацювати пропущені заняття та отримати диплом необхідного зразка цього аграрного ліцею. З нею проводилися слідчі дії. Зараз хочу сказати, що їй повідомлено про підозру. І також досудове розслідування в кримінальному провадженні триває. Кстати, ксерок з диплома і карточку Ольге отдали сразу після задержання. Отдала карточку мені, але на той карточці не все деньги. Я правда не знаю, почему. Либо не все начисляли, либо не знаю, як. Теперь классной руководительнице, которая не постеснялась потребовать деньги у сироты, грозит срок. Прокуратурой Одесской области было возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 368 Уголовного кодекса України. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы от 5 до 10 лет. Ольга говорит, в то, що удається решити вопрос, она і не верила. Але тепер всім, хто оказався в такій ситуації, советують не бояться і сообщати правоохранителям. Тим дітям я желаю, щоб вони не боялись вот цього всього. Як я боялась просто, як я хотела дати просто деньги. Пусть не бояться, я желаю так всем. Пусть идут, действительно жалуються туда, куда нужно. Есть люди, те, которые помогут. Мир не бездобових людей, я уверена. Мне же помогли в этом, помогут и другим. Мне хотелось бы, чтобы наши учителя не теряли свой статус педагога, не теряли статус человека, который показывает своим примером, каким нужно быть, как нужно жить, как нужно относиться к той же учебе, чтобы это было действительно честно и справедливо по отношению к нашим детям. Потому что просто стыдно. Вот мне стыдно за учителей. Еще одно испытание пройдено. Теперь ребята хотят свой бизнес. Сделать теплицу, где будут выращивать овощи и зелень на продажу. Оля и ее маленькая семья мечтают жить, как все. Чтобы дети Вадим и Егор были счастливы. И чтобы никто не разрушил семью. Систему можно менять. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин